Он беседник такой, очень кореневый. И из книги можно было сделать вывод, что он тоже пережил преображающую силу, просветлел. А в личной беседе он это признавал, рассказывал интересные вещи. Просто он, там был Мурашкин Владимир тоже. Кстати, сегодня утром смотрел я его проповедь Мурашкина. Очень хороший брат был тоже. Ушел в вечность попозже, но он умер недавно, в 17-м году. Владимир Мурашкин тоже епископ Песятнического братства в России. Владимир Мурашкин, очень хороший брат был. И очень интересные такие, вот я от него подчеркнул такие мысли вообще. Именно тоже, кстати, оказательное преображение. Но он тоже сидел за Христа, тоже вот такая легендарная тоже личность. И вот, значит, и Федотов рассказывал, мы когда общались, я старику не давал спать до полуночи, за полуночь еще, за полночь. За полночь сидели мы с ним. А мне все интересно было, детали. И он признавал такие моменты. Вот, значит, что, говорит, я, конечно, понимаю, что, значит, должен свидетельствовать, рассказывать о том, что Бог сделал в жизни, да, значит, в служении моем, но, говорит, вынужден был многие вещи не писать. Потому что, говорит, хотя верующие люди, да, читают, христиане-то, но даже христиане могут не поверить просто-напросто. Вот, если все будут писать, как есть, говорит, даже христиане не поверят. Потому что мне прошли годы, говорит, мне самому сейчас не верится, что это было в моей жизни вообще. Вот, сколько лет прошло, ему самому не верится. А тогда, там были моменты, именно преображающие силы. Там несколько моментов потрясающих. Один из них, вот, я как раз вот рассказывал, я прочитал в книге его, что его посадили в камеру какую-то, где было очень душно. Значит, вентиляции почти никакой не было, значит, и, значит, он понимал, что ему стало плохо, значит, и он очень плохо переносил, а там было масса скоплений людей, вот, значит, и, а у него что-то, как раз там, что-то сердце начало. Короче, он понимал, что сейчас, ну, помрет. К окошку дотянуться было невозможно. Они, значит, время от времени подходили там по очереди и могли отдышаться хоть чуть-чуть. Ну, там все, ну, там было очень, как бы, даже возле окошка воздуха не было. И вдруг в этот момент, говорит, там были свидетели просто люди, а сидели там всякие уголовники, то есть, там не было других верующих. Его одного поместили среди вот уголовников, значит, криминальных. Значит, и были свидетели люди, которые после этого его очень сильно, как бы там, ну, чуть не обогатворяли даже, там, очень сильно его уважали, боялись, не трогали его уже. Вот, и он, а он сам подумал, вначале только лишь он это видит, он думал, что только лишь ему это все. А, значит, перед ним вдруг появился голубь, как он мог сквозь решетку там пролезть, там, что, короче, и на него крыльями так вот, знаете, и мне так хорошо стало, свежо, так вот, и, значит, дышу, дышу, не могу надышаться, и сердце отпустил, и все, как так, это хорошо, вот, и все, потом раз, люди вомлели, короче, там эти, уголовщина стоит все в шоке. Головка появился, так и исчез, короче, и нет его, значит, а человек отдышался, как бы, значит, да, значит, так как бы, и, ну, они потом поняли, что это божий человек, что действительно, что, значит, не просто, значит, богомолец какой-то, божий человек. Вот, там другие случаи были тоже, его посадили ему, его хотели в одной колонии, там, его убить, администрация, но сделать это как бы так вот они решили, посадили его, короче, в какую-то камеру с маньяком. Один еврей, грузинский еврей, маньяк был, значит, у него была кличка душитель, как бы, вот, у него была манера, он всех душил, вот, значит, он и на воле душил, из-за этого его там посадили, вот, значит, и, в общем-то, в колонии он, ну, душил. Здоровый был такой вообще, огромный, там, больше двух метров ростом, ростом, вот, значит, и это, он ни с кем не разговаривал, жил, но в своей волне какой-то жил, ну, одержимый такой человек был. Вот, и к нему в камеру, а, говорит, были допросы многочасовые, так измотался, говорит, даже, значит, зашел в камеру, там, ну, поздоровался, значит, значит, в ответ тишина, ну, как бы, ну, вроде, и там у него койка была, значит, какая-то там, короче, брюкнулся и спать уже, все, вырубился. Вот, среди ночи что-то там слышал, какой-то шум, но из-за усталости даже и не поднялся, и ничего, и опять уснул, значит, ну, помнил, что какой-то шум там произошел. Ну, ладно, и наутро просыпается, а этот еврей-маньяк этот, значит, здоровяк этот, значит, сидит, значит, напротив, и с такими глазами вытаращенными, и на него, и спрашивает, кто ты вообще? Ну, как, ну, представился, короче, рассказал, оказывается, он хотел его удушить тоже, значит, к нему подсаживали, он узнал, что это для того, чтобы удушить уже. Вот, значит, и уже собрался, и его какая-то силища, какая-то сверхъестественная, просто так шабануло, отшвырнуло, вот там, значит, отлетел в стенку, значит, там, и он еле поднялся, все, и, короче, все это время он на него смотрел, как на чудо какое-то, чудо, кто такой вообще, что это такое произошло, он ему объяснил. Вот, значит, и его живым этого еврея не должны были выпускать, то есть у него было там уже, короче, расстрельное. Вот, значит, и его держали только лишь, чтобы так вот, чтобы он кого-то там еще там задушил дополнительно, вот, значит, по усмотрению администрации, как бы. Вот, значит, а, короче, он покаялся, принял Христа, там, бесы все эти вышли, которыми он там жил, значит, и плюс еще было слово пророческое к нему, что он выйдет на свободу. Ну, я верю, но это вообще нереально, короче, даже за то, что он сделал здесь, значит, уже сидя, он должен уже, значит, а еще, сколько он там задушил людей, у него была манера душить именно, вот, он любил, женщин, мужчин душил просто, значит, детей душил, значит, ну, там десятки людей, он потом, когда каялся, рассказывал, что, ну, очень много людей душил, вот, значит, и люди не могли сопротивляться даже, такая была, мертвая хватка у него такая была. Вот, вот, и удовольствие получал просто сверхъестественное, когда вот именно, значит, убивал людей. Вот, значит, аж слюни текли, представляете, значит, вот, то есть, его, потом, то есть, одержимость, да, одержимость. И, представляете, значит, и вот, когда покаялся, да, настолько перемена вообще, он даже, ну, не мог обидеть, там, ну, как говорится, муху не обидит уже все, представляете, такая перемена, бац. И вот, значит, и слово пророческое было через Ивана Петровича, что тебя отпустят на свободу. Короче, я не знаю деталей, там, не помню, там, значит, даже по книге, и по его рассказу сейчас не помню, там, ну, короче, реально его отпустили. Вот, значит, он через несколько лет был даже в Малоярославце, по-моему, или где-то еще, ну, одним словом, он даже посетил семью Ивана Петровича на воле. То есть, маньяк отпустили, а проповедника еще держали, представляете. Такая довольно странная система, такая. Да, по-моему, да, совсем, да, как-то, да, боже миле. Вот, значит, он, и он еще передавал привет семье, значит, правда, немного перепугал жену, значит, что он душитель, значит, как бы, что бывшие, как бы, да, ему там постелили, все, накормили, обогрели, ну, как бы, косились на него еще. Ну, видишь, он хотел здорового, такая детина, значит, но такой, ну, реально мухи не обидит вообще, такой прям, ну, самодоброта, значит, если только, теперь только он обниматель, короче, был, уже был душитель, теперь он просто обниматель был. Вот, и там еще другие всякие рассказы, вот, у Иоанна Петровича были, вот, и, ну, когда мы с ним лично беседовали, вот, с Мурашкиным и с ним, с Федотовым, Федотов рассказывал интересные вещи, тоже, когда, вот, реально в колонии приходил свет, сверхъестественный свет, значит, несколько раз, было без свидетелей, один раз было со свидетелями, братья тоже сидели, которые видели этот свет, вот, Мурашкин тоже рассказывал, но он не свои жизни, он рассказывал из жизни других братьев, он был помоложе, а в лагерях сидели братья постарше, проповедники, которые еще Воронаева, там, значит, хорошо знали, близко, там, вот, Шмидта знали хорошо, в Беларуси, там, значит, где-то, там, в Польше, вот, значит, и Воронаева с Украины, и, ну, что интересно, вот, рассказы потрясающие, там, мне запомнился один из этих эпизодов, я его даже в семинарах по истории христианства, его уже приводил не раз, кстати, уже, значит, там, значит, дело было в Заполярье вообще, и люди мерли вообще, как мухи, и, ну, каждый день там, крупы, и, в общем-то, к этому настолько уже привыкли, как к обыденности, кто-то окалил, все, с него, что можно было стянуть еще какие-то тряпки, потому что любая тряпка была, ну, цена, какую-то тряпку там, в одном нижнем пока оставляли, значит, и, значит, уносили в Мертвецкую, значит, а Мертвецкая, это такой же барак, просто, где, как вот, мороженая рыба, да, только штабелями тела лежали, потому что там похороны были только раз в году вообще у них, вот, то есть, все это время складировались эти тела, они промерзали так, вот, просто насквозь были, как стеклашка, как говорится, вот, значит, а, значит, потом, там же вечная мерзлота, заполярье, значит, и потом вот этот траншея, туда все тела ссыпались и засыпали землей, и потом снова все промерзало, короче, то есть Мертвецкая, это барак, где были промерзшие тела, значит, и вот этот брат, один из братьев там, значит, окалил, значит, все по дороге где-то умер, все, значит, там, уже в барак внесли, уже все, ну, покойник, тряпки с него какие смогли снять, и верующие, неверующие там все делили, кто как мог, вот, значит, и, значит, и его в одном нижнем туда, значит, привлокли, значит, на этот, вот, как его, Мертвецкую, все, да, вот, даже братья потом, мурашками мне потом говорил, что даже если бы он не до конца помер, допустим, ну, бывали случаи всякие, да, бывает, то уж Мертвецкая он окалил бы 100% точно Божия, наверняка, то есть, как бы шансов не было, и прошло, я могу быть сейчас не точным, но не один час точно прошел, то есть, это время достаточно много, чтобы уже там промерзнуть уже хорошо этому телу уже, при тех морозах, вот, и представляете, значит, что интересно, и проходит время долгое там определенное, и он сам приходит на своих двоих в одном нижнем, стучится, там, короче, а там половина верующих, половина неверующих в бараке, там, короче, неверующие на коленях стоят, молятся, короче, кайрис, потому что его трогают, не могу поверить, он теплый, он не остывший даже, не холодный, а теплые руки, вот, все, тело тепло у него, вот, он пришел с Мертвецкой, ниоткуда, вот, и он пришел теплым, вот, у них в бараке там холод собачий, значит, да, только за счет этой буржуйки там какое-то там тепло элементарно поддерживается, а он пришел теплым, как будто из теплого помещения, он рассказал, случай рассказал, что он был на небесах у Господа, видел там апостолов некоторых, побеседовал с кем надо, значит, даже братья видел, некоторые, которые ушли раньше еще на небесах, вот, и даже за стол пригласили его, значит, там, значит, а он сам попросил, там с ним был человек или ангел, ну, короче, какой-то такой светлый такой какой-то человек, там, значит, и он говорит, а можно мне попробовать, что есть, кушаете вы? Пожалуйста, попробуй, и, говорит, попробовал, значит, там, значит, какие-то фрукты, не фрукты, ну, что-то похоже на наши, яблоки, груши, ну, и когда ешь, говорит, вот, как энергия такая по всему, приятная очень такая, распространяется, как волна распространяется, еще хочется укусить, откусил, и опять, вот, оно как бы, нет, как вот у нас физической пищи, да, вот, там, да, или давишься, или как-то еще, оно как волной расходится такой, радостная такая, радость, покой какой-то такой, еще удовольствие, еще хочется еще откусить, еще откусить, вот, короче, он попробовал разные там эти вот, таких вещей, вот, вот, кстати, есть рассказ, сейчас не помню, православного уже автора рассказа, может быть, даже созвучный, может, даже похожий, да, вот, там даже он принес еще плодов, а, это в древнем Патерике, это не сталинские уже времена, это еще, еще раньше, еще, короче, в греческом Патерике был рассказ, когда, значит, там, померший, бывший, значит, он пришел в монастырь к братьям с фруктами всякими, райскими, они ахнули, потому что, похоже, тоже на груши на яблоки, и, как, настоятель прослезился весь, значит, братья плакали, молились, короче, они порезали, и всем раздали, и все ели, значит, и все, вот, приехали, он покойник бывший, короче, оживший, пришел, еще с этими плодами, как бы, райскими, вот, так вот, то есть, интересно, ну, это вообще удивительная вещь, правда, сейчас вспомнилось, а вот в том рассказе, да, вот, что я слышал о братьях, значит, от Мурашкина, в частности, да, что, значит, что, да, они, вот, видели такого брата, знали такого брата, интересно, о, спасибо тебе, Господь, спасибо, а, кстати, еще, пока он там был на небесах, да, рассказал такую еще интересную вещь, что там есть тоже, вроде, как бы, землячество какое-то такое, вот, ну, наподобие ему, ну, так показалось ему, вот, допустим, там, значит, были разные люди, да, разных народов, и вот, пока он там был, приходили люди, там, значит, кто там, ну, допустим, из Африки, да, Приходили люди, например, из Америки, откуда еще приходили люди. И вот как бы все радовались, и ангелы, и люди, но особенно радовались, особенно, вот те, кто именно с его краев, с его города, земляки какие-то, они особенно радовались, короче, он заметил. А почему еще заметил? Потому что он пришел, все радуются, но первые, кто его там обнимашки встретил, как раз были братья, которые там были верующие, прошедшие, значит, тоже лагеря какие-то. Вот, они как бы особенно радовались. Ну, я этому верю, тоже интересный момент такой, да, вот. Так что, да, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо за милость и благодать Твою. Кстати, вот весной, да, в начале года я вот здесь видел видение. Да, значит, потрясающе. Ну, не здесь прямо, а в зале, в том, в том зале, вот. Впервые в жизни видел ангелов этими глазами, физическими глазами, вот. Вот, и это было незабываемо. Я до сих пор в шоке, честно говоря. Вот, там прошло, там, что, полгода, я до сих пор. Это было неожиданно, это было совершенно так вот, ну, я даже, ну, не думал, что увижу вообще, когда-то там, честно. Ну, я слышал, там, там кто-то видел, жена моя даже видела, вот. Кстати, вот тогда, 16 лет назад, когда, значит, сбил подростка, да, значит, да, Господь воскресил его и исцелил. Вот, я не видел ангела, она видела, оказывается. Ну, это потом уже узнавался, когда мы общались. Она рассказала, ну, она поняла, что это ангел, потому что в светлом таком костюмчике шел перед нами человек. Ну, я ехал, значит, я за рулем, смотрел на дорогу и никого не видел. А он, как бы, не спеша идет перед едущей машиной. Ну, как, как, ну, то есть, он, как будто, не спеша идет. В другое время. Да, да, да. И когда, я, ну, значит, а я помню, она слегка так встрепенулась, знаете, как была с просомок. Она немного испугалась, там, оказывается. Ну, думаю, что опять кто-то под машину, что ли, значит, оказался перед машиной у нас. А он идет не спеша, но мы его и не догоняем, и не обгоняем, как бы, он идет перед нами, как бы. И потом, когда я стала присматриваться, я говорю, в светленьком таком, да, ну, крыльев не было там, но в светленьком таком. И он, как бы, стал как таять, вот, меньше. И не вижу, потом только одно, там, ноги только, потом только пятнышко такое светлое перед нами шло. Вот, значит, какое-то время, там, ну, до Киева. Интересно. Вот, но я не видел ничего подобного в жизни. Хотя понимаю, что ангелов много вокруг, значит, да, божьих. И каждую пятницу, там, приветствуем ангелов Господних, посланников Всевышнего. Но вот так, чтобы увидеть. Вот, хотя были моменты, я понимал, что это ангелы вмешиваются в жизнь. И я могу несколько раз тоже засвидетельствовать, что это были ангелы. Но я не видел их вот как в ангельском, будем договориться. А здесь вот приехал, кстати, сколько у нас времени? Нет, нет, а, сейчас, да. То есть, там не надо было ничего переставлять, вообще все было готово. Ну, как, ладно. Вот, значит, и вот я, значит, вышел вперед, значит, и вот думаю, ладно, значит, помолюсь сейчас пока перед собранием. Вот, и немного так, чуть-чуть тоскливо как-то стало. Не тоскливо, но как-то такая нотка, такая грусти, тоски немного, чуть-чуть такая была. Думаю, надо же, вот, жалко, что один сейчас вот слишком рано приехал, наверное, вот, если бы Алексей Иванович был бы хотя бы, может, ну, вместе помолились бы с кем-то, а то один, думаю, ну, ладно. Вот, и в этот момент, друг, я вижу, что, оказывается, я не один. Есть полный зал. Вот, сколько стульчиков было, столько, короче, там и этих, было товарищей этих. И, ну, они как вот, не знаю, как вот прозрачные, непрозрачные, полупрозрачные, как назвать я даже, не знаю, но, но некоторые более реальные, некоторые, вот, только лишь контуры какие-то там, значит, отблески какие-то, а другие там четко детали, лица прям, вот, они разные тоже, но все и похожи, и разные, с другой стороны, да. И все были очень радостные, вот, все были такие улыбающиеся, не знаю, какие-то такие довольные. И когда, видимо, у меня на лице было написано, что я их увидел, потому что я опешил, честно говоря, потому что я от чего-чего не ожидал утром увидеть вот такое собрание ангелов. И когда, значит, и когда они вдруг сообразили, поняли, они не понимали вначале, что я их вижу, а потом вдруг они поняли, что я их вижу, по реакции я смотрю в глаза там, некоторые там с правой стороны, как раз от меня там были, они смотрят на меня, и вдруг, а у них наподобие телепатии что-то такое есть, вот. А что один ангел понял, другие сразу соображают тоже. Синхронизация. Короче, я, Том засек меня, и все остальные сразу заулыбались еще больше. Я думаю, я вначале как-то самосохранение инстинкта, я сделал вид, что, пытался сделать вид, что я их не вижу, как бы, ну, как бы, ну, чтобы, я напугался немного чуть-чуть, ну, как бы, вот, что я их не вижу, но было поздно. Он уже, видимо, передал всем остальным, и они на меня смотрят и улыбаются, и понимают, что я их вижу. Ну, я понял, что бесполезно уже скрываться, что я их вижу, скрывать. Вот, значит, и я, значит, это уже, ну, как-то, даже не помню, как-то получилось, как тест, не тест, но мне понравилось это. Я предложил ему, говорю, давайте, ну, прославим Бога, помолимся вместе, поблагодарим Бога, ну, как, как восхвалим, как-то так. Вот, и они тоже так руки подняли, вроде, как восхваляют Бога, я думаю, ну, слава, наши, наши, как бы, да, точно, как раз Бога славит. Вот, аллилуйя. Короче, молюсь, и от испуга, и от радости, короче, не пойму, как молюсь, значит, и, ну, и они молятся. Я думаю, прошло пару минут, Алексей Иванович входит как раз, оказывается, прошло там больше двух часов, это потом уже, ну, потом сообразил, когда уже по времени, потому что как раз Алексей Иванович как раз пришел уже почти в девять уже, так вот, почти в девять было. И потом прикинул, так, пару часов, оно как будто пару минут вообще, даже я не засек, не понял, что, вот, не уловил момента. А Алексей Иванович потом зашел, говорит, ух ты, ух ты, а что здесь такое? А я говорю, а я не говорю ему сразу, думаю, даже не знаю, когда объяснить это вообще. А потом, по мере молитвы, да, я все, я уже просто на Бога все, внимание, вот, как бы, вот, да, значит, и ангелов все, реже и реже вижу, значит, и потом вообще уже не вижу. Но ты понимаешь, что они сейчас здесь, и славят Бога, и в помещении, знаете, вот, оно вроде пустое, я один, да, но вот ощущение, вот, как будто я вот в переполненном зале сейчас, вот, значит, переполненный зал. И Алексей Иванович заходит, а что здесь такое? Я, говорит, захожу, как там Алексей Иванович сказал, что захожу, как будто бы сквозь масло какое-то, прям вот, аж воздух такой здесь какой-то, прям такой, такой. Я говорю, а, ну, здесь вообще-то, мы не одни здесь. Короче, я ему рассказал об этом эпизоде, думаю, вот это да, думаю, да. Прошло столько времени, до сих пор, честно говоря, ну, в шоке, в таком легком я. Вот, но, так что, сейчас не вижу, но надеюсь, что они тоже здесь с нами, ангелы Господни, посланники Всевышнего. Да, сейчас так продолжим тогда, да? Как раз с этого эпизода продолжим дальше. Слава Богу, не переключайтесь, как говорится, оставайтесь с нами. А, это поздно сказал, надо было сразу сказать. Сейчас сделаем предложение, чтобы, потому что, это больше час уже, видите, трансляция, надо, чтобы разбить чуть-чуть по времени, чтобы было. Вот, потому что запись потом, она будет, все, там, а вот здесь вот. Может, тоже об ангелах что расскажете, друзья? Было у кого-то, вообще, видение ангелов вообще-то? Я, потому что, сам, честно говоря, вот, для меня это новый опыт совсем. Не, я понимаю, что обычно люди не видят, конечно. Обычно это все, необычно. Ладно. Так. Так, 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 так. Кто-то уже подключается, это хорошо. Слава Богу. Продолжаем трансляцию. Господь, да благословит нас. Помолимся, друзья, да? Братья, сестры. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо за благодать Твою, милость Твою. Господь, я знаю, этого ангела сейчас здесь. Боже, Боже, Твои небожители. Тот мир ангельский, который, Боже, миры эти ангельские даже, которые были созданы, потому что есть языки человеческие, есть языки ангельские. Боже, я знаю, что есть как и народы разные и расы человеческие, так и разные расы, разные народы ангельские тоже есть. Боже, всякие, и, как в Библии описывается, и Серафимы, и Херувимы, и вот эти вот колесницы такие огненные, как Боже. Господь, это действительно чудно для нас, для нас это действительно непонятно, потому что это мир, миры, другие миры, духовные миры, которые были сотворены еще до нашего мира, получается, Господи, Тобою. Но я благодарю Тебя, что во всех этих мирах, и в мире человеческом, и в мире ангельском, Боже, Ты великий Бог, Ты создатель наш, Ты Господь наш, Ты действительно наш Творец, Ты наш Отец. Мы дети Твои, мы создание Твое, мы творение Твое. Спасибо Тебе за все. Благословен Ты, Господь, Бог наш. Благодарю Тебя за Иисуса Христа, Агнца, от века закланного в вечности. Чудо это произошло, хотя в нашем земном измерении это было почти 9000 лет назад, но это таинство спасения, произошедшее в вечности, потому что Агнец от века закланный. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Боже всемогущий, за милость и благодать Твою. Благодарю Тебя за эту силу преображения Твоего, Господь. Благодарю Тебя за то чудо преображения, которое мы сегодня слышали, и Слово Твоего преображения на горе Иисуса Христа с учениками, свидетелями этого преображения. Благодарю Тебя, Господь, Боже, за Моисея и Илью, которые беседовали с Тобою. Боже, благодарю Тебя, Господь, за преображение, в свою очередь, самого Моисея там на горе, когда он лицом к лицу с Тобой общался и принес народу заповеди. Его лицо просияло, как солнце, и люди просили его закрыться этим полотенцем, этим талитом, чтобы он не слепил их. Боже всемогущий, то есть масса людей были свидетелями этого чуда. Господь, и благодарю Тебя за чудо, которое пережил Илья, будучи вознесенным в этой огненной колеснице преображения Твоего, Господь Боже, силы Твоей. Боже, и благодарю Тебя за то, что Иисус Христос, Агнец Твой, Спаситель и Господь наш, Он есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Благодарю Тебя, Господь, за чудо преображения, которое так или иначе каждый человек в своей жизни либо видит, либо видел, либо увидит. Боже, но каждый человек, его касается Твой Дух Святой. Мы живем Тобой и движемся и существуем. Господь, Боже, и Ты формировал каждого из нас в утробах наших матерей. Боже, наши тела, жилища, эти хранилища, эти хижины, в которых мы живем. И мы пришли из вечности и в вечность идем, Господь. Пришли из вечности Божия и поселились на этой земле, в этих телах, Господь, Божий, всемогущий. Но знаем, что наша Родина не здесь. Здесь наша временная Родина, наше временное пристанище. Господь, мы знаем, что мы рождены для вечности, не для временного бытия. Что временное бытие, это лишь, Боже, действительно определенный отрезок, который нам нужно пройти, Господь. Поприще, которое нужно пробежать, Господь Божий. Но есть вечность Божия, из которой мы вышли и в которой мы идем, Господь. Слава Тебе. Благосновенный Создатель наш, благосновенный Господь Бог наш. Слава Тебе и хвала. Аминь, аминь, аминь. Братья, сестры, я вот тоже хочу делиться сегодня. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, спасибо. Другие эпизоды тоже служения разных людей и прошлого, и современности. Жалко, Кифа не смог приехать. Вот, но я, как говорится, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Я сам во Львов к тебе приеду, Кифа, так что держись. Потому что намереваюсь как раз в конце августа, начало сентября быть как раз во Львове. Следующего сентября я здесь буду, скорее всего, уже понедельник, скорее всего, я буду уже тогда во Львове уже. Поэтому встречайте, львовяне. Вот, и Роман, и Владимир, Марина, все-все-все, со Львова всем шалом, привет вам огромный. Вот, слава Богу. Вот, тоже и пастор Михаил там, и все братья там, слава Богу. И церковь Агапа тоже, и Бильша Благодать, все-все церкви. Короче, там много друзей за эти годы уже во Львове, слава Богу. Вот, начало сентября будут там уже как раз проповедовать, тоже в разных собраниях, получается. Вот, и знаете, друзья, вот, Кифа рассказывал, я вот не записал, к сожалению. Кифа, если сейчас слышишь меня, то напиши, пожалуйста, мне, вот, значит, прямо на этом, здесь же, под этим видео сообщение. Хорошо? Вот, как зовут того человека, который, по-моему, из Мексики, вот, ты говоришь, он перемещался там в пространстве, там были у него такие сверхъестественные чудеса. Наш современник. Значит, и потом, американский миссионер тут, были перемещения сверхъестественные, и тоже и просветления были сверхъестественные такие. По-моему, на Шри-Ланка, на Цейлоне, там, как раз вот этот брат, который живет миссионер, вот, значит, когда он просветлел, значит, светом таким сверхъестественным. И долгое время он без пищи и воды, даже без воды, на таком жарком, там, ихнем климате, там, находился. Вот, значит, просто интересно, вот, даже вот эти имена, кстати, еще, Кифа, просьба, вот, это все, надо или брать им попросить, кого еще, чтобы с английского перевели на русский, чтобы это было, потому что в англоязычном мире еще эти вещи, они как-то более известны. У нас переводят, но не все еще переводят, надо вот такие моменты ему ловить, хватать и их переводить для нашего слушателя, читателя. Потому что для меня самого, я Кифу послушал, у меня рот открылся от удивления, думаю, надо же, даже сейчас живут наши современники, переживающие такие вот удивительные вещи, вот, узнаешь, так иди, выдаешься, слава Богу. Вот, и, конечно, я тоже переживал моменты некоторые, когда время замедляется или ускоряется, там, потрясающее время, вот, время тоже, оно вот удивительно, свойство имеет такое. Это тоже творение Бога, нам кажется, это что-то такое стабильное, постоянное, вечное, на самом деле нет, время, оно не вечное, оно, это тоже творение Бога, одно из творений Его. Вот, и удивительно, что, да, и время замедляется, реально, кстати, по всему лицу Земли, даже если люди атеисты, допустим, да, то все влюбленные это подтверждают, что время замедляется, да, а порой время ускоряется, это точно. Вот, значит, и, да, бывает, что день-ночь, 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 а бывает зима-лето, 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 то есть, как бы, даже восприятие совершенно разное человеков. Вот, и я, значит, скажу, опять-таки, вот из своей жизни, вот момент преображения такого, который пережил, значит, в советском карцере, тоже хочу поделиться снова этим. Вот, и для трансляции тоже, братьям хочу сказать пару слов об этом, вот, потому что самому это чудно, сейчас даже вот, я сейчас понимаю Ивана Петровича, который говорит, самому не верится, что это было. Порой не верится друзьям, только там в Рунгеле, а это, в правде. Вот, значит, и, знаете ли, да, такие, как бы, кажется, легендарные вещи уже, но прошли годы и как-то тогда это воспринималось, как само собой разумеющее что-то. Короче, гонения застал я совсем немного, но, оказывается, кое-что застал, кое-что. В советской армии, конец 80-х, но уже, союз уже начал шататься вовсе уже, да, но еще стоял. Вот, значит, и, вот, полтора года первых у меня служба была такая нормальная, не трогали меня, даже, наоборот, даже, там, командиры мои некоторые, там, они даже покровительствовали мне. Вот, как я сейчас понимаю, кстати, там был у нас командир роты, он с Украины был, западной Украины. Кстати, я сейчас уже повзрослел, я понял, что он, видимо, или тайный верующий, или просто, может быть, семьи верующих, может быть, сам он не верующий, но семьи верующих. Или же он просто хорошо знал верующих, то есть, он мне покровительствовал, по сути, вот так вот, он виду не показывал никакого, он был очень строгий такой у нас, такой, очень такой, да. Вот, но по делам я ощущал реально его покровительство. Доходило вплоть до того, что, вы не поверите, что я фактически каждые субботы вечер и воскресенье утром я был в церкви. Вот, служба была. Представляете, значит, редкая неделя у меня была без церкви, без храма, то есть, я даже там, порой переневался в гражданку, порой не переневался в гражданку, просто прям в форме, на клирусе стоял, пел там, читал, пел на клирусе, познакомился с тем священником. Вот, значит, это, ну, там были свои чудеса, короче, конечно, и вот, значит, и половину офицеров у нас в полку, даже, наверное, больше, чем половину, и во всех этих батальонах, и даже у нас был танковый батальон отдельный, они на полигоне жили все, и их офицеров снабдил тоже новыми заветами. Тогда это вообще редкость такая была, удивительная редкость, не достать, вот, но я помню, как сейчас, вот, правда, офицеры сбрасывались там по 25 рублей по тем деньгам, да, значит, вот, и стоил столько Новый Завет, но его даже за деньги не купишь нигде. Вот, это по 25 рублей, это я просто брал у священника, у благочинного нашего, который, вот, мне такие поставки делал, я сразу на 100, на 200 рублей приносил, значит, и вот, приносил Новый Завет туда, бывало, заказываю заранее все, значит, и приносил деньги, и потом забирал эти Новые Заветы, отдавал офицерам. И на курсах выстрел тоже, там высшие офицерские курсы, там тоже, вот, а там, в основном, одни офицеры. У нас был полк при высших офицерских курсах, то есть там полковников больше, чем рядовых, там с утра до вечера только ходишь, только успеваешь, только честь отдаешь там. Вот, и, короче, о последних полгода был другой офицер, ротный мой командир, совсем другой был, совсем, абсолютно другой, вот, и был яры безбожник, вот, хотя был еврей, он, но он был ярым атеистом, вообще безбожником, до мозга костей был, вообще, до мозга костей. Вот, значит, его, значит, знаете, такой вульгарный был, вульгарный очень человек такой, он все время с матюками, и вот, и вообще, его был, его родной отец был командующим военным округом, генерал-полковник. Он сам был старшим лейтенантом, вот, значит, и так получилось, что в штабе полка у меня были свои уши, вот, значит, там, получается, там, ребята были, писари, знакомые, и они мне рассказали такую историю, что, знаешь, когда вот, там, этот старший лейтенант прибыл, значит, короче, в полк, в штаб полка, начальник штаба с ним беседовал довольно, ну, такой, дядька был такой громкий очень, его все слышали всегда, значит, И, значит, и он, значит, ему, короче, объясняет политику партии, что рота, ему дают роту нашу, что рота образцовая в полку считается, вот, даже в полку даже. Вот, значит, но, говорит, есть там одна паршива овца, которая все стадо портит. Короче, Жоробев такой упомянул меня, короче, и все, а я ж не знал, это мне потом они передали, рассказ этот. А, значит, дело было так, значит, там, построение роты, ну, мы знали, сейчас новый ротный будет представлен нам, да, значит, в расположение роты войдет, там, все там блестит, там, говорит, как укатаятель, все должно блестить, короче, все, расположение роты вылизано просто, все полностью вообще. Там ни соринки, ни полинки, все плестит, значит, и, и что интересно, значит, он заходит в расположение роты и прямо, даже не проходит еще, а прямо вот от двери. Ему только там на дубочке честь отдают, а он, значит, кричит, Журавлев ко мне, аж официально перегонулись, там, взводные все эти, все сержанты, откуда меня, простого солдата, он, как бы, да, меня знает, вызывает, и думаю, вот это да. И, короче, я, значит, подхожу к нему, значит, значит, он, он не заходит, он там и стоит, на входе, я подхожу к нему, как бы, значит, да, все, что, да, вот, представляюсь, и он на меня так посмотрел, знаете, как вот удав на кролика, как Ленин на буржуазии, короче, все, враг народа. Я понял, моя служба будет очень тяжелая, вот, вот, реально, вот, как бы, короче, буквально, я не помню даже, на второй или третий день, короче, все, на гаупахту меня, и сразу, при том, не просто гаупахта, а в карцер, началась жизнь такая веселая, конечно, короче, по любому поводу меня на гаупахту, а сажают на гаупахту, допустим, сутки, или там, двое, или трое суток объявляют, да, а попал туда, и там добавляют, время подходит освобождаться, допустим, да, выходить уже, и добавляют, еще добавляют сутки, допустим, или двое суток от, допустим, комбата, допустим, да, или там, зомболита, или кого-то еще, короче, еще добавляют, еще добавляют, попал на сутки, а вышел только через неделю, допустим, или попал на трое суток, вышел там через полторы недели, вот такое, и чаще, бывало в общей камере, бывало в обычной камере, но чаще всего в карцер сажали, вообще это жутко, конечно, честно говоря, вот, и там, значит, ну, ладно, не буду все рассказывать, там это, Я есть видео, где более подробно об этом рассказываю Там есть вещи, которые вспоминать можно долго Одним словом, последних моих полгода были вот такие Немытьем, так катанем Короче, там провел я на гаупахте чаще всего И чаще всего в картере Вот так вот И даже увольнялся оттуда, по сути То есть я не увольнялся, а освобождался из армии, получается По сути так И вот там, значит Бывало так, что там уже добавляли уже Рота в корову заходит новая Допустим, там представляешься офицеру И там он раз, там товарищ сказал, снять крестик Я говорю, ну не могу Еще сутки ареста еще добавляют Или трое суток сейчас объявляют, короче Вот, значит, и Но что интересно Вот Что произ... Это противостояние У нас в полку там офицеры все знали об этом Что это противостояние не просто... Для него я ничто вообще Вот, но здесь был сам принцип Он противостоял не мне даже, а по сути против Бога шел Вот, и Мне потом об этом рассказал Бывший прапорщик этого полка Со штаба полка Как раз Который стал тогда уже дьяконом православным В Москве Мы общались с ним Вот Я был в Рязани священником В конце 91-го года У нас разговор был такой Начало 92-го мы с ним общались В Москву я приезжал часто На электричке И вот однажды Вот так вот Встретились, пересеклись Оказывается, он уволился из армии Стал вот Православным таким служителем Вот И Не без основания Вот некоторого там Его очень сильно зацепил Вот этот эпизод Как раз тоже С его слов Вашего объяснения Вот Моего преследования И там что Офицеры чуть ли не ставки уже ставили Уже значит Уже как бы Значит Кто Кого Кто Когда вынесут вперед Нагоми Да-да-да Вот И Как говорится Победила молодость Да Значит Офицер этот Он Как оказалось Я не знал даже этого тогда Даже не поинтересовался Вообще Что это Почему Что Почему Освободили Дали документы на руки ДКП проводили И все И я больше даже Как вот Даже как Жанна Лотова Даже не оборачивался Короче Просто шел вперед И все Мне Потому что должны были Должны были меня в дисбат Сказали отправить На полтора года минимум Поэтому То что меня отпустили Я Из-за этого спасибо Как бы Значит Ушел Все Мне больше Лишь бы Лишь бы Не вернули меня Вот Значит Вот Значит Этот папорщик Рассказал Что оказывается Этот офицер Он трагически погиб Вот Значит И Значит Это был Такой страх Такой вот На офицерах Многих Что Ну Видели руку Божью Кстати Он был пловцом У него была Всяких Куча Всех Всяких Наград Утонул Ну Знаете На Пионерском пляже Будем говорить Настолько глупо Настолько невероятно Что Люди не верили Даже Ходил слух Что Ему помогли утонуть Потому что Ну Большое конечно И с другой стороны Со стороны полигона Там не есть В момент Там можно утонуть Где-то Но С нашей стороны Никак Это Песчаные Пионерские пляжи Там можно идти Чуть не там Очень далеко И так Все будет по поездам Короче Там И там вообще Нету ни Ни завихрений Ни ключей Вот с той стороны Ни водоворотов Ни водоворотов Ничего Абсолютно Там совершенно Безопасное место Вот такое Там иностранцы Пляж был у нас Там вообще Самое идеальное место И он там потонул Его тело нашли Потом не могли найти сразу Даже Не сообразились Как там Вообще Вот где угодно Мог быть Но не там Поэтому даже слух Хотел Чтобы не помогли утонуть Как бы Вот Но я не знаю Кто Люди или ангелы Но одним словом Человек утонул Реально Это невероятно Просто было Вот И значит И А у него там И Приветствую Да Аллилуйя У него там И тесть такой крутой Все значит Там Вот Но Со мной Бог Самое главное Как в еврейской Общине Мессианской Пели На медведя Выйду я На медведя Выйду я Даже без испуга Если с Богом Буду я Если с Богом Буду я А медведь Без Богом В кемо Как раз там Пели Раньше Такую песню Перефразировали Тоже как Люкер Переделывали Бала мода Такая Тогда Вот И Одним словом В карцере Я вот эпизод Просто дорасскажу Этот эпизод Вот Как раз Володя Тоже подошел Значит Что Значит Сегодня Преображение Ну Предпраздинство Преображения А как раз Тема преображения Вот и онлайн Там Как у братья подключились Кто подключается К этой уже третьей части Да получается Трансляции Да Вот Это тема преображения Преображения Господня Преображения Каждого из нас Преображения Наших семей Служения Церквей И преображения Всего тела Иисуса Христа Вообще В целом Вот Сегодня зачитывался Вот как раз Максим зачитывал Значит Место из писания Как раз Из Иоанн Ой Матфея Одиннадцатый главы Как раз о преображении Господа Иисуса Христа. Слава Богу. И, значит, вот пример в моей жизни. Вот перед вами живой свидетель вот такого преображения, такого тоже, значит, вот это момент, когда в карцере там полтора месяца последних службы моей в армии держали меня там. Вот в карцере находиться столько, ну, выжить не было нереально. У нас был очень жесткий карцер. Там, когда поступаешь, что-то там сразу печень, почки, все отбиваете там. Вот, там довольно очень-очень жестко было. Плюс еще ребятам делали там до меня как раз этот аквариум, что нас называли. Не-не-не, буквально 2-3 ведра всего. Да, там совсем. Но сам факт, что в этом герметичном фактически, да, ну, не герметичном, но как грузовой лид застрявший такой. 2-3 ведра туда воды и совок хлорки бросали. Вот, значит, и закрывали. А там сразу сопли, слезы, голова, вот такая башка, и сознание быстро теряешь. Вот, что-то там, ну, жутко. Ну, это хлором, травили хлором просто. Вот, значит, и потом уже выносится, потому что я без чувств уже, как бы, дезинфекция камеры, как-то потом объясняю. Вот. Короче, жуткая вещь. Вот. И скажу, что у нас там один узбек был, очень здоровый такой, конечно, крепкий такой был. Вот, таких узбеков я не видел вообще-то. Больше двух метров роста, тоже такой здоровый такой, мощный такой. Вот, значит, и так вот, его там две недели передо мной как раз держали. Две недели в карцере. Ну, он выжил, но его там просто ломали, просто реально ломали. Вот, значит, там все подбивали ему, значит, там и тоже там и хлором его травили несколько раз. Вот, значит, и потом приходят в себя и обратно в хлор. Но его, его как бы за какое-то дело там, я не знаю, я не вникал, честно говоря, я знаю, что узбек и что он там где-то проштрафился. Ну, он такой был, такой довольно резкий такой был, такой человек, такой как бы, у него совсем не узбекский его характер, такой, такой даже больше, как бы, кавказский такой. Он все время лез на рожон, все время. Вот, значит, и вот его ломали просто, ломали, тупо ломали. Вот. А он еще, а, он еще там, слышал в этот или в тот раз, или в предыдущий раз, он там рожок построили, в караул, короче, а он весь рожок расстрелял, значит, там, ну, ни в кого не попал, но, да, и, короче, его там в дисбат должны были, значит, а комбат сказал, значит, и кто там у нас, не помню, короче, короче, его в карцер. Вот, и там его там уже песочили, будь здоров. вот, значит, и, а здесь это, я лишь был там, вот, как вот, как белые вороны для них, потому что не было ни прогульщиком, ни загульщиком, ни пьяница, ни курильщиком, ничего, то есть, вообще ничего, то есть, вся вина была лишь в том, что, значит, что вот верующий, все, вот, как бы для них это было, как чудно, конечно, даже начальник у нас там, это, как его, дисбата, о, не дисбата, это карцер, не карцер, гаупахте, начальник гаупахте, он меня все время так косился, ну, короче, ладно, короче, ладно, здесь еще, опять привели, но это, митволь, у меня была, как постоянка такая была, вот, и, и, вот, значит, и месяц там находиться, в карцере, если в камере, когда там тебя хотя бы кормят, там поют и хотя бы туалетом дают, ну, все есть, как бы хотя бы, вот, а здесь в карцере вообще ничего нет, это просто грузовой лист, как бы, ледяной, холодный, вот, даже если на улице жара, вот, там все время нулевая температура, это такое помещение, такое, ну, старинное там здание, такое, там стены невероятно толстые, и там как ледник все время, и в других тоже был бы ледник, но там батареи, даже летом там топили, потому что в этом помещении, оно все почему-то остывало, почему-то все время там, вот, и вот, а там у меня там не было, там срезаны были батареи, вот, поэтому это называли карцером, вот, поэтому там был ледник, постоянно такой, ну, холод такой, нулевая температура, такая температура, день, два, три нормально еще, выжить можно, неделю это уже просто, ну, дурдом просто, ты уже все, уже не находишь места себе, и, потому что не есть, не пить, значит, там уже стены лижешь, там, этот узбек, кстати, спасался, говорят, уринотерапии, короче, спасался, он там, выжил, две недели, без питья всякого, просто пил мочугу, значит, выжил вот, вот, думали, что загнется, а выжил, парень, значит, вот, значит, я, значит, без урина, значит, но, значит, там, просто, эти бетонные стены, просто язык ставишь, хоть немного влаги на языке, появляется хотя бы чуть-чуть, вот, хоть что-то, вот, и все, там, день, ночь не понимаешь, только, понимаешь, что день еще прошел сутки, потому что новый ротов коров заступает, вот, значит, и спать нет, ни на чем, там ничего нету, даже, даже если бы предложили тебе поспать, нельзя спать, просто околею, замерзнешь, все, вот, значит, только лишь одно средство, чтобы кровь разыгралась, это вот немного отжаться, поприседать, чтобы немного согреться чуть-чуть, одно ХБ на тебе, все, больше ничего, вот, значит, вот в таком состоянии, и, значит, вот там, харкал уже кровью, харкал уже, тем более, ну, довольно жестко было, очень жестко было, вот, а мне еще там отбили, не только печень и почки, а еще и здесь отбили, еще мне все, значит, то есть, жутко было, честно говоря, боль невероятная, значит, и там сидишь просто, на цемент садишься, просто и уже все, уже, тебе уже, уже ничего не тянет, апатия такая, вот, и, как клаустрофобия какая-то развивается, такая, какая-то, не знаю, какой-то паника, страх какой-то непонятный, вот, и, ну, когда месяц заканчивался, там уже пребывание, там месяц, там, да, он прошел, притом это не сразу тебе говорят месяц, может, ты настроился бы как-то на это, а там уже надежда, самое страшное, что убивает надежду у тебя выйти оттуда, вот, тебе говорят, что ты оттуда не выйдешь, что только ногами вперед, значит, тебя вынесут, и все, дебиль ногами вперед будет, и прочее, вот, и объявляют тебе сутки, двое суток, там, или там, трое суток, или еще сутки, еще сутки, вот, одним словом, набежал месяц уже, там пребывание, безвылазное, но это вообще жутко, честно говоря, понимая, что, значит, ты, как бы, значит, ну, вообще, за просто так, значит, гибнешь здесь, значит, и мысли такие посещали, но я понимаю сейчас, что это дьявол приходил, тоже, туда, в карцер, потому что мысли такие прям приходили, как бы извне, и мои, и извне, в то же самое время, не понимешь, и мысли такие, ну, и что, кому-то что доказал, тебе больше всех надо, вот, значит, там что-то такое, я сижу, и вдруг так себя жалко становится сразу, теперь ты понимаешь, что когда самосожаление возникает, это все время дьявол, безусловно, он где-то рядом, или рядом, или открыто, или же скрыто, но он где-то здесь присутствует, вот, значит, и все, а мне сразу самосожаление, но начинаешь молиться, все это проходит быстро, громко нельзя было молиться, вообще, вслух нельзя было молиться, еще там добавляли, еще сутки, еще, вот, знаете, прошло время, сейчас, вот, уже будучи взрослым человеком, да, вот, себя тогда, молодого человека, у меня сейчас дети, мои сыновья сейчас все старше меня тогда, каким я был, вот, значит, и вот сейчас я досмотрю на, вот, каким я был тогда, пацан еще совсем, но, благодарю Бога, что все это было, знаете почему, потому что, это, как моя молитвенная школа получилась такая, безмолвные молитвы, безмолвного пения, очень любил я все время петь, вот, что-то, а здесь безмолвно поешь, просто без слов поешь, просто, просто, вот, про себя, как бы, но это, как бы, и вслух получается, и молишься, как бы, про себя, но это, как вслух, вот, как молитвенная школа такая получилась, очень хорошая, почему-то, ну да, экстремальная, конечно, но, это, как говорят, бразильская система, да, у футболистов такая шутка есть такая, да, вратарей, как там, значит, бразильская система, вот, весь, вот, какие ворота, такое большое заказывает дорогое стекло, вот, значит, и, когда он готов, один из, один из тестов, его ставят на ворота, и, и бьют пенальти, и он должен, если он, стекло разбивается, с его счета, деньги, короче, новое стекло ставит, еще, короче, он в минуса уходит, если плохой братарь, короче, бразильская система, вот, я не знаю, правда нет, но вы рассказывали о ребятах, которые там, значит, занимаются этим профессионально, вот, ну, по крайней мере, значит, вот мне такая была система, такая жесткая довольно школа, молитвенная, вот, и, и вот, и, там пережил я это чудо, ну, вкратце уже скажу, чудо преображения, какое, значит, я просто просил помощи, потому что я понимал, что реально, ну, моих сил не стало, знаете, вот, ты понимаешь, какой-то момент, что все, твои силы, они вообще полностью, мой организм, перестал, как бы, реагировать вообще на все, то есть, я понимал, что моя сила закончилась, был какой-то момент, как раз месяц там, заканчивался месяц пребывания, я понял, что все, мне уже как апатия, все равно, отправить дисбат, не дисбат, ну, хоть куда-то вырваться, лишь бы отсюда уйти, просто вообще, и, и, знаете, просил у Бога помощи, и, я помню, была молитва такая, ну, как я сказал, примерно так, что, Христос, говорю, вот Иисус, я именно вот так вот, что, как бы, Иисус Христос, что, кому мне еще обращаться, только к тебе, я же христианин, кому мне еще обращаться, к тебе только, вот, как-то так вот, даже не помню всех слов этих, и вдруг, помощь пришла, правда, первые секунды, я думал, что, наверное, сошел с ума, наверное, вот оно, а как раз еще перед тем, офицеры шутили, Журавлев, что делается постоянно, а, как бы, ты еще нормальный парень, ты еще нормальный еще, у тебя еще все есть, хорошо еще, и, у меня мысли были, мне дай Бог, сейчас с ума сойти, еще тронусь с умом еще здесь, вот, и, и, представляете, и когда вот это началось, мысль первая такая была, вот, наверное, оно и началось, вот, как бы, о чем офицеры спрашивали, потому что, целый месяц я в полумраке там был, только раз в сутки видел там коридор, там этот свет, искусственный свет, а здесь, понимаете ли, яркий солнечный свет, только еще ярче, чем любой солнечный свет, намного ярче, вот, и, вот, стена передо мной, просто как будто бы исчезла, и яркий, яркий свет, но, этот свет, он не слепил, когда закончилось все, кстати, у меня ники зайчиков не бегло, при глазах не ничего, вот, тоже для меня было шоком таким, кстати, этот свет еще, он теплый был, да, он меня согрел, изнутри, не снаружи, этот свет, допустим, да, если на солнце поставишь в руку, он снаружи, допустим, да, гладит тебя, и греет тебя, а внутри, если ты замерз, допустим, да, он тебя не сразу еще согреет, вначале он где-то здесь согреет, а тот свет, он насквозь, и он изнутри тебя согревает сразу, прям, это, ну, как сейчас микроволновки есть, допустим, да, значит, вот нечто подобное, что-то такое, ну, прям внутри тебя сразу согревает, нет такого, что постепенно, там, 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 он всего полностью согревает, вот, и этот свет, да, он настолько яркий, но насквозь проходил, вот я еще как художник тоже заметил, понимаете, вот я даже говорю, ну, еще до армии я любил, в училище художественном, я любил всегда вот эту игру света и тени, значит, и, даже там у нас был рисунок, допустим, скелеты, скелет, ну, там, вначале, там отдельные кости, череп, там, а потом целый скелет был, значит, и вот, и я сделал с игрой света и тени, скелет нарисовал, до человека, значит, но оформление, там была трапировка, и я сделал игру света и тени, и там, потом, ребята, девчата окружили меня, и потом говорили, Жолёв, а у тебя прям, это, кости в облаках, получились, потому что, как облачная такая, игра света и тени, я всегда любил такие эффекты, такие вот, игру света и тени, а здесь, не было такой игры, свет проходил насквозь, он не оставлял, ни полтонов, ни теней сразу, вот, ну, и он меня согрел, напоил, накормил, как бы, я даже не знаю, как будто я выспался, не знаю даже, одним словом, две недели еще там находился я, вот, но я не остывал, я был теплым, и не болезненная, какая-то не температурная такая, знаете ли, теплота, а такая натуральная, естественная теплота, то есть я был теплым, не холодным, вот, и спать не хотелось, есть не хотелось, пить не хотелось, представляете, пить не хотелось, ну, это, ну, это невероятно, я не мерз, не остывал, я не знаю, как там другие могли люди чувствовать в этом, в карцере, но, судя по реакции офицеров, каждый вечер заходил много родов, караул уже заступал, так же, значит, и офицер ко мне заходил, вот, судя по реакции, две недели была реакция совсем другая, вообще, у них, они даже мой доклад не дослушивали, значит, вот, и так быстро уходили, и рукой махали, типа, что, у тебя есть постоянка, что ли, и все, то есть, одни словом вообще не было, то есть, и вот по реакции ихней, я понимал, что вот они, как бы, ну, боятся меня, что ли, или что-то такое, вот, вот, совсем другая была реакция, видимо, они что-то тоже чувствовали, а еще, 24 часа в сутки, я только улыбался, только лишь, когда новая рода в караул заступала, значит, я поднимался, вот там, я слышал уже, там уже открыли дверь, там ту камеру, ту камеру, скоро уже ко мне зайдут, я понимал, что серьезное учреждение, мне нужно быть серьезным, когда-то подумают, думают, что еще там такое, поэтому, я пытался изобразить серьезное лицо, как бы, значит, но, видимо, плохо получалось, потому что, вот, с усилием воли, я заставлял себя не улыбаться вообще, было очень трудно вообще, честно говоря, и только они уходили, я снова улыбался, расслаблялся, снова улыбался, и вот, ну, там, вот, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 2 недели подряд улыбался, когда освобождался, я не только был теплым, у меня вот эти мышцы даже болели, потом, не сразу сообразил, я потом заметил, когда вышел оттуда, я уже не улыбался уже, но мышцы болели, как будто, после очень долгое, такое напряжение, и я не сразу сообразил, потом только сообразил, так я уже улыбался, ведь постоянно, как дурак, 24 часа в сутки, 2 недели улыбался подряд, я не мог не улыбаться просто, вот так это все было,